привет совсем недавно мы выпустили ролик по одному из лучших ноутбуку 2018 года это asus rog strix hero 2 а есть не смотрели рекомендую глянуть так как многие вещи из текущего обзора будут базироваться на прошлом видео дело в том что сегодня у нас пусть и не официально но чуть упрощенный и значительно более доступной версии g это asus став fx 505 и fx 705 которые подобных конфигурациях примерно на 30 тысяч дешевле старшего собрата чем они отличаются сейчас конечно же расскажу но это не самое главное в нашем обзоре гораздо интереснее то что у нас на тестах два ноутбука один соответственно 15 дюймов это fx 505 и другой на 17 это fx 705 и плюс к этому у нас младшие версии на 1050 ти и 1050 а это значит что во первых мы обновим нашу базу тестов по младшим gtx и ответим на вопрос стоит ли вообще покупать ноутбуки на этих чипов и во вторых наконец-то мы в лоб сравним 15 и 17-дюймовые модели одной линейки и выясним отличаются ли они хоть чем-то кроме размеров итак поехали а для начала пару слов про саму серию asus то в сама компания позиционирует ее как нечто среднее между топовыми эра у джи и скажем так совсем потребительскими ноутбуками при этом в качестве отличительной черты asus выделяет повышенную надежность все этап проходят тестирование по военной методике mil std 810 список тестов там огромный ноутбук может работать при температурах от минус двадцати до плюс шестидесяти градусов он не должен бояться песка пыли дождя высокой влажности вибрации и ударов до 20 g звучит это довольно впечатляюще но как говорится проверять мы это конечно же не будем потому что чисто внешне fx выглядит не сильно надежнее того же эра уже стрикс но с другой стороны я понимаю что asus вряд ли бы стал здесь обманывать по габаритам ноутбуки кстати примерно такие же как и эра у джи стрикс несмотря на то что модели бюджетнее они все равно получили тонкие рамки вокруг экрана а вот оформлены все немного иначе для начала семнашка полностью сделано из пластика причем как нижняя половинка так и покрытие экрана хорошо это или плохо лично я разницы не вижу единственное от пластика немного другие тактильные ощущения ну и плюс он не так активно покрывается отпечатками а вот что забавно 15 дюймовая модель может поставляться и с металлической крышкой такая версия называется gold play отмечу что материал совершенно не марки а из украшения на нем есть светящийся логотип asus но самое интересное что версия gold play в отличие от red matter комплектуется клавиатуры с rgb подсветкой в то время как у собрата клавиатура светится исключительно красным цветом интересно кстати что у пятнашки и семнашки клавиатуры абсолютно одинаково у всех поджат блок нампед и блок стрелок но при этом все остальные клавиши стоят на своих местах поддерживают практически любое количество комбинаций там с небольшими ограничениями и по размерам не отличается от настольных вариантов плюс к этому клавиатуры также оснащены технологии rog overstroke и чисто теоретически вход до срабатывания у них меньше чем на обычных ноутбуков но что интересно на 17 подложка заметно жестче чем на пятнашки и по крайней мере мне это нравится больше а вот тачпады у ноутбуков абсолютно идентичны к сожалению это одна большая кнопка которая не допускает одновременного нажатия правой и левый клавиш хотя справедливости ради в целом тачпады хорошие то есть меня не было никаких проблем когда это лежа на диване без мышки игра в тот же стеларис звук здесь это опять привет от ero g strix динамики стоят по бокам перекрыть их очень сложно но по характеру fx отличаются это уже стандартные высокочастотники они громкие не хрипят но той глубины что было у strix уже нет зато для наушников asus предлагает технологии dts headphone с поддержкой виртуального восьмиканального звука по экранам же расклад такой обе версии всегда идут с IPS level на full hd но могут быть варианты как на 144 герца так и на 60 герц у нас были машинки на стандартных скоростях и должен сказать матрица неплохие яркость в районе 250 кандел на квадратный метр контрастность 700 к одному дельта е укладывается в 022 а вот охват составляет всего 58 процентов srgb у 15-дюймовой модели и 86 процентов у 17-дюймовый ну и последнее по внешним признакам это набор портов они здесь все стоят по левой стороне что логично для игровой машины но сам набор это такой необходимый минимум то есть lan hdmi 3 usb и выход на гарнитуру теперь давайте о технических характеристик как я уже говорил у пятнашки стоит 1050 ти а у семнашки 1050 в остальном конфиге одинаково это опять 8 300 h на 4 ядра и 8 потоку 8 гигабайт оперативки одной планкой жесткий диск на терабайт и ssd на 120 гигабайт причем что неожиданно это не sata а nvme со скоростью полтора гигабайта в секунду по охлаждению ноутбуки опять же похоже на ero g3 это две компактные турбины и радиатор с прорезью для выброса пыли вопрос только в том что трубок здесь всего 2 причем у процессора отдельной трубки вообще нет и ток ну закономерно частоты камень держат хорошие 35 360 гигагерца но температура переваливает за 90 градусов видеокартам правда живется полегче 1050 у нас грелась до 85 градусов при 1709 мегагерц а 1050 ти при той же частоте до 77 градусов интересный кстати момент теория о том что в больших ноутбуках железу приходится легче действительно подтвердилась то есть по результатам процессорных тестов 17 оказалось пусть и чуть-чуть но быстрее чем пятнашка здесь же давайте расскажу прошу точнее про то что его в принципе нет видеокарты довольно простые вентилятор ноутбук раскручивает очень редко да и сами вертушки очень тихий даже скажу так акустически это наверное самые комфортные ноутбуки за последнее время что же касается производительности этих машин то по процессорной части их можно поставить между домашними ай-3 и ай-5 а вот по графике получается так в принципе 1050 способна запускать все современные игры на минимальных или средних настройках а всякие lead of legends dota stellaris civilization си с же оу как вы любите да идут на около максимальных пресетах при нормальном фреймрейте 1050 ти в 15-дюймовом модели чуть бодрее но не кардинально процентов на 10 15 в зависимости от игры и режима но честно вот скажу особой роли эти проценты не играют теперь давайте подводить итоги первое что хочу сказать несмотря на то что тав значительно дешевле серия эра уджи в целом ноутбуки не воспринимаются как бюджетное второе как это ни странно но большие ноутбуки за счет лучшего охлаждения действительно работают быстрее а случае то вкусе нашки еще и лучше матрица ну и третье касается младшей графикой виде в целом ситуация такая машину на 1050 или 1050 ти брать можно но четко понимаешь что игровыми они будут весьма условно и это скорее варианты для тех кому нужна по сути рабочая лошадка с возможностью время от времени поиграть во что-то не особо требовательно хотите большего нужно минимум 1060 естественно в серии тав есть такие варианты на этом все хорошего настроения и пока есть Продолжение следует...